Продолжение следует... Так вот. Ветхий Завет это наша Тора и наша Танах, наша Библия. У нас нет Ветхого Завета, то есть у нас нет Нового Завета. Так, у нас говорится в наших книгах, что евреи должны делать обрезание. На восьмой день от рождения отец должен нанять человека, который делает обрезание, чтобы он его сделал обрезание. Не получилось на восьмой день, значит нужно сделать обрезание тогда, когда можно. Пока ребенок-ребенок, отец за это отвечает. Отец евреев. Ребенок вырос, стал взрослым, он за это отвечает. Евреи опять же, евреи за это отвечают, чтобы сделать себе обрезание. И поскольку сегодня уже себя практически никто не уможет и не должен делать, это опасная процедура может быть для непрофессионала. Есть для этого человек, который называется профессией Моэль. При синагогах это всегда можно найти и так далее. И человеку сделать обрезание еврею. Не евреи хочет сделать обрезание. Ни в коем случае не надо. Это не нужно делать, это не имеет смысла делать никакого. Да и никто не делает. Даже мусульмане, которые делают обрезание иногда в возрасте 2, 3, 5, 10 лет, иногда 13 лет. Это не наше обрезание, у них другой способ, другой метод. И поэтому не еврей, который в мусульманской религии был и должен потом, хочет стать евреем, ему нужно будет сделать некие корректирующие, скажем так, процедуру. Не хирургическую, но как будто хирургическую. И только тогда это будет считаться нашим еврейским обрезанием. Но само по себе обрезание при этом не еврея не превращает в еврея. Еврей должен делать обрезание? Не еврей не должен. Когда не еврей делает обрезание, если он захотел стать евреем и прошел подготовку, ознакомление, практику еврейской жизни 2, 3, 5, 7 лет и тому подобное. Один 7 лет, другой 5, другой 4 года. Не важно. И на последнем этапе этого он делает обрезание. И я должен окунуться еще в воду, в специальный такой бассейн, в воде, миг его называется. Так или иначе он должен это сделать. Это обрезание. Но только после того, как прошел всю эту дорогу. Не раньше. Тогда это будет обрезание правильное. И тогда он будет считаться евреем. А вы если сделаете, то тогда этого не будет. Но ваше желание понятное. Настроение у вас хорошее. И считайте себя верующими это хорошо. И читайте материалы нашего сайта для не евреев. Которые могут помочь каждому не еврею действительно жить, прожить достойную жизнь. Всего доброго. До свидания.